Всем привет! Сегодня мы посмотрим с вами на нож для ножевых маньяков, буквально просто иначе не скажешь, потому что нож, ну конечно же можно им что-то порезать и хлебушек, колбаску и упаковочку какую-то открыть, но прежде всего это конечно же нож, который создавался ради своей харизмы. И вот этот внешний вид, на мой взгляд, очень и очень харизматичен и безусловно мы понимаем, что у ножа какая-то такая тактическая, по крайней мере направленность или ореол такой явный присутствует, то есть нож создавался для тех людей, кому прежде всего нож этот нужен не для того, чтобы что-то там резать, а для того, чтобы создавать вау эффект. И безусловно от этого ножа у меня лично вау эффект есть, конечно же кто-то скажет, что вот там какой-то сероп, но на мой взгляд, на мой взгляд, в этом как раз таки и есть брутальность, харизма ножа и очень-очень круто, когда нож не похож на все остальные, когда это не что-то там банальное. Вот, бренд Фринайк принадлежит Федерации спортивного метания ножей и топоров России, базирующихся в Москве. Ее руководитель это Сергей Федосенко, многократный чемпион мира по спортивному метанию ножей и топоров, обладатель ряда мировых рекордов в различных дисциплинах спортивного метания. Вот, как-то так, ну и соответственно нужно понимать, что к метанию на самом деле этот нож, ну я так понимаю, что не имеет никакого отношения, вот, только кроме того, что сам бренд создает ножи для метания, но это вот их была видимо такая проба пера, вот. Ну и соответственно вопрос в том, что метательные ножи они делают безусловно отличные, но в данном случае, в данном случае, конечно же этот нож совершенно не предназначен для метания, то есть я так понимаю, что все-таки можно его довольно легко поломать, то есть, ну в плане именно метания, то есть кончик должен быть совершенно другим, намного более мощным, вот эта вот часть должна быть для того, чтобы нож выдерживал метание, ну и в общем геометрия как бы не для метания предназначена. Я думаю, что для всех это должно быть очевидно. Вот, этот нож скорее для тех ножевых маньяков, которые носят его, нож имеется ввиду, для каких-то там ситуаций, вот, которые могут быть, но все-таки я очень-очень надеюсь, что все-таки, все-таки это скорее какие-то такие гипотетические моменты, потому что нож, на мой личный взгляд, любой нож, вообще в принципе любой, это не средство самообороны, который для самообороны не подходит, потому что ножом довольно легко можно убить человека, к сожалению, при этом не остановить его, вот, ну или по крайней мере остановить только если прям совсем убьете, короче говоря, это к самообороне вообще никакого отношения не имеет, поэтому ножи для самообороны, ими можно восхищаться, ими можно пропеть дифирамбы, потому что они реально очень крутые по внешнему виду, очень харизматичные, но на мой взгляд, вот, нож, в принципе, сам по себе не подходит для самообороны, для самозащиты, для этого лучше позаниматься боевыми искусствами, получить навыки самозащиты без оружия, вот, и, соответственно, если уж и говорить про оружие, то самое лучшее у нас, на мой взгляд, оружие это газовое, газовая труба и газовый ключ, безусловно, вот, вне конкуренции, вот, ну а так, если по-серьезному, то это газовый баллончик и тому подобные распылители и так далее, то есть минимальное, летальное какое-то воздействие, возможно, да, с максимальным останавливающим воздействием, то есть никаких травм там особо, ничего такого, но есть останавливающий эффект, вот, но я понимаю, что многие хотят нож для души, многие хотят нож для того, чтобы удивить друзей, чтобы сказать, посмотри, какая у меня вау есть штука, и в данном случае, конечно же, эффект, эффектность у этого ножа очень и очень высокая, вот, компания-производитель этого ножа, это не Фринайф, это у нас Волчевек, то есть, я так понимаю, что бренду Фринайф, как бы этот нож принадлежит и разработчик Сергей Федосинга и все такое, но именно в производство было заказано у мастерской Волчевек, что тоже в России, в Москве расположено, вот, сталь, которая здесь применяется, есть, кстати говоря, версия другая, есть версия из М390 с другой рукоятью, и, ну, соответственно, другой сталь, М390, и она стоит примерно в два раза дороже, при этом, при всем, этот нож тоже не является прям образцом доступности, вот, но, безусловно, этот нож является образцом уникальности, ничего подобного, даже близко, я, по крайней мере, не встречал, а у меня были, ну, явно уж более тысячи ножей на обзорах. Так вот, сталь здесь применяется неолокс, это 1.4153.03, стендлесс стил, или еще есть такое название SB1 стил, это германская нержавеющая сталь с содержанием необия, порядка 0,7%. Вот, для клинков из высокопроизводительной стали неолокс характерно удержание остроты ревьющей кромки длительное время, примерно на одном уровне с такими нержавеющими американскими сталями, как 154CM, или с полу нержавейкой D2, то есть, чтобы вы понимали примерно уровень, как бы, аналогии. Но лезвия ножей из неолокс более легко затачиваются до бритвенной остроты, что, безусловно, плюс. И твердость, твердость у данного клинка 60-61 единица по шкале Роквелла, что достигается сложной термоциклической обработкой от Алана Балекоева, и, опять-таки, это отдельный предмет для гордости. Вот, по обуху получилось мне на мере 4 мм, по сведению, честно говоря, сложно было замерить из-за несколько линзовидно выполненной режущей кромки. То есть, режущая кромка не имеет очень четкого перехода в спуске, то есть, как бы, кромочка в линзу сделанная. Соответственно, видимо, заточка производилась на, ну, скажем так, ленте с определенным таким изгибом, да. В общем, в линзу производилась и, соответственно, в районе 0,4. То есть, вот то, что я смог намерить, это где-то примерно 0,4 по вот этой части. Ну, и здесь, соответственно, замерять смысла нет. Тут у нас более мощно сделан кончик. Здесь, как бы, вообще толком как-то от такого прям явного выделения по сведению не получается. Он просто сделан более таким массивным, очень остренький на самом деле. И довольно серьезный такой фальш-лезвие. Оно даже, скажем так, не фальш, оно вот здесь, скорее, немножко фальш, вот на самом кончике. А вот тут оно вполне имеет себе заточку. Вот, то есть, вторая вот эта часть также имеет заточку. Опять-таки, этот нож не является холодным оружием. Абсолютно легально покупается, продается, носится и так далее. Вот, но нужно понимать, что, конечно же, это у нас направленность tactical knife. То есть, направленность такого боевого ножа. И я уверен, что он, конечно же, много чего мог бы показать в умелых руках. Но, опять, в мирной жизни это совершенно-совершенно не нужно. Ну, это, опять-таки, мое личное мнение. Художественное глубокое травление здесь применяется. Очень красиво это выглядит, безусловно. На мой взгляд, вот это художественное травление, оно добавляет этому ножу не столько, все-таки, утилитарного такого какого-то tactical knife, да, сколько, все-таки, предмета, в том числе, искусства такого ножевого. И лично мне это нравится. Ну, и рукоять, опять-таки, интересные формы, хорошо ложится в руку, удачно, что здесь нет каких-то таких вот паразитных насечек, которые бы мешали, наоборот, и номинали бы здесь, и мешали бы разными хватами расположиться. Темляк немножечко просится этому ножу, лично, как по мне, так, вытаскивая его из ножен. Был бы удачно, если был бы здесь темлячок. Вот, ну, не проблема, можете подвесить, отверстие, по крайней мере, предусмотрено. Фуллтанг конструкция, видим, и накладки у нас выполнены здесь из G10, получается, из стеклотекстолита. Вот, накладной на полный хвостовик, получается, фуллтанг называется, монтаж рукояти, то есть, когда клинок продолжается по всей длине и ширине рукояти. Получается, здесь у нас, опять-таки, все сглажено, то есть, пистолетный изгиб, так называемый, который позволяет очень хорошо вот здесь сделать упор ножу. То есть, опять-таки, я бы сказал, что молоточный хват здесь не самый удобный, и явно нож не создавался для вот такого молоточного хвата, скорее для какого-то такого или прямого, или вот какого-то фехтовального хвата, то есть, что-то диагонального хвата, ну, в общем-то, любые другие хваты, которые скорее применяются, например, при ножевом бое и тому подобных дисциплинах. Вот, ну, понятно, опять-таки, что создатель ножа, это очень человек, разбирающийся в ножевой теме. Я Сергей Физдосенко, я 11-кратный чемпион мира по метанию ножей. Очень хорошо, но, опять-таки, чемпионом мира, многократным причем, становится, ну, вы понимаете, далеко не просто так, поэтому, соответственно, в ножах, само собой, люди понимают очень-очень хорошо. Хорошо, что можно расположиться поближе, чтобы здесь у нас спиночки не продолжались, то есть, можно какую-то деликатную работу выполнить. Но, опять-таки, в принципе, порезать хлебушек или колбаску вы сможете, упаковочку открыть сможете. И практическое применение у ножа, пусть и не самое, может быть, удобное по сравнению с классическими формами, но оно есть. Оно есть и, в общем-то, я не вижу каких-то таких, ну, препятствий глобально. Вот, кроме того, что, конечно же, этот нож, ну, вызовет определенные, конечно же, эмоции вызовет у окружающих, это, это безусловно. Поэтому, смотрите, если вам нужен политкорректный нож, то не этот случай явно. Ножны здесь выполнены из Skydex, вот, и, кстати говоря, ножны, это, с одной стороны, я люблю такие ножны из Skydex, с системой крепления лопух, когда они продеваются сквозь ремень или хлястиком брюк, и, соответственно, очень надежно крепятся. При этом довольно удобное и скрытное ношение ножа. Более, чем извлечение через ножны лопух я способов... Более, чем извлечение через ножны лопух я способов, в принципе, не знаю. Но, в данном случае, из-за сложных форм у нас получается не совсем, ну, мне, по крайней мере, не совсем до сих пор привычно. Нож уже какое-то время у меня на обзоре не совсем привычно, я, честно говоря, его туда вовнутрь помещать, вставлять. Вот, как бы я... Конечно, вот так, конечно, вот, в принципе, у меня получается, но конструкция, видите, да, не совсем привычная, не совсем удобная, обусловленная формами ножа. С другой стороны, быстрое раскрытие присутствует, такие ножны не впитывают пот, они максимально тонкие, вот, и обеспечивают максимально быстрое, опять-таки, извлечение ножа. Поэтому, в целом, ножны из Кайдекса я поддерживаю обеими руками. Но, в данном случае, из-за сложных форм, конечно же, есть определенные... Сейчас я попробую прямо вот так вот его... Раз, его прямо выщелкнули, в общем-то, есть определенные сложности. Вот, особенно с тем, чтобы, ну, непривычно вставлять нож, попасть вот туда вот, чтобы кончик вот туда попал у клинка. Ну, есть определенные некоторые сложности, но, наверное, это не самое главное в данном случае. По весу 245 грамм сам нож и 294 грамма вместе с ножнами и вот с этим темлячком, который идет сразу в комплекте к этим ножнам. Но клипсу не идет, и, в принципе, такое ношение такого ножа, на мой взгляд, более чем оправдано. Это ручная работа, это Tactical Knife, так его позиционируют официальный дилер и производитель. Вот, и ссылочкой на эксклюзивного дилера Free Knife я оставлю в описании к видеоролику, для того, чтобы вы могли посмотреть, составить свое впечатление. Обратите внимание на, в том числе, более крутую версию из М390 с другой рукоятью. И, если вы хотите услышать мое мнение, то, честно говоря, вот такому ножу, на мой взгляд, ну, не обязательно, не обязательно М390. Честно говоря, это не тот нож, которым вы будете прям очень много пользоваться, как единичником и что-то прям вот им нарезать, 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 чтобы вам нужна была сталь, ну, скажем так, круче, чем в данном случае Неолокс. Потому что Неолокс точится хорошо, Неолокс имеет высокую твердость, 60-61 единица по шкале Роквелла, и зачем вам М390, для чего переплата, в данном случае, за М390. Но, опять, если вы берете нож для души, то тут можно сказать, что не жалко, вот, себя порадовать, может быть, и можно. Вот, если вы хотите все-таки чуть больше, ну, практического применения, то, на мой взгляд, и Неолокса будет более чем достаточно. Ну, это такой мой взгляд на данный момент. Учитывая соотношение цена, сталь, характеристики заявленные, внешний вид, вот, и, конечно же, я в восторге, в определенном восторге, потому что обозревать, ну, абсолютно классические ножи, мне, человеку, у которого их там были десятки различных, ну, скажем так, все-таки более уже как-то банально. Что там вам такого новенького скажешь, или покажешь, да, по крайней мере, на чем затрячь внимание. Здесь же, безусловно, у меня, по крайней мере, есть вау-эффект, надеюсь, что он был и у вас от знакомства с таким ножом. Вот, большое спасибо бренду Free Knife и его эксклюзивному дилеру, ссылочка на которого есть в описании к видеоролику, за то, что вот такие ножи, в общем-то, у нас есть возможность с вами, ну, и пощупать, и приобрести, и все в таком духе. Большое спасибо всем, кто поддерживает своими лайками, всем огромной удачи, всем счастливо, всем пока.